Я бухала 16 лет, но я слову научилась говорить нет, по крайней мере пока, потому что в любую минуту могу забить. Я понимаю, что опять будет эта улица, и опять голодная, грязная, и мне неохота, мне охота сейчас наоборот помогать людям, которые приходят наоборот сюда, и я вижу их, какая я была, и меня это просто останавливает. Меня зовут Мария Власова. Еще недавно я сама была бездомным человеком, а сейчас в проекте «Новой газеты» встречаюсь и беседую с людьми, которым удалось выбраться с самого дна и начать жизнь заново. Наши герои – бывшие обитатели улиц, какими вы их совсем не представляете, и их истории изменят ваши отношения к бездомным. Субтитры создавал DimaTorzok Один слепой Лежащих много? Лежащих у нас, ну, большинство. Процентом? Да, процентом 70 точно есть. Помощники нужны, вот ходячие, чтобы помогли нам суп раздать. Ходячих у нас немного. Немного, да, я знаю. Полтора человека? Полтора человека, да. Вот, вот полтора человека с кусиком. Субтитры создавал DimaTorzok Как пациент, потом мне предложили здесь халтуру сперва, потом подработку, как бы я начала здесь работать. Ой, день у меня проходит отлично. Я в 7 часов утра просыпаюсь, мою туалет, меняю памперсы лежащим. Потом у меня до обеда перерыв, я сплю. Могут иногда ночью привезти человека, мне надо его переодеть там, посмотреть, постричь, если надо, или еще что-нибудь. Я это всем занимаюсь. Ну, тепло, да. Тепло, да. Дрова, слава богу, привозят. А, печка. Печка, да, они топят. Печку круглосуточно топят. Круглосуточно топят. Печку ночью топят. Да. Самое главное то, что видишь, когда вот новенькие приходят, хочется их сделать приятное, потому что себе тоже сделали приятно, когда я пришла сюда. Вот у меня человек хороший. Сергей. Я его переодеваю в памперсы. И первые дни мы с ним гавкались. Он был озлобленный. А сейчас мы с ним как бы он спасибо скажет. Наташа, пожалуйста. И мне это так на душу, как бойца. Мне так это приятно. С 17, наверное, лет я на улице. Город Кингисепплин, городской области, там проживала. Мне понравился Питер, что такой большой. Мне захотелось здесь как бы остаться. Я убегала из дома в Питер. Меня ловили менты, но я все равно убегала обратно в Питер, хоть отвозили в Кингисепп. Познакомилась с бомжами. Бухала вместе с ними. Как бы. И приезжала, я знала, что они где-нибудь находятся, на каком метро. Я приезжала и с ним опять закатывала пьянку. А здесь у нас изолятор. Вот наша медсестра Валентина Алексеевна. Уколчики по полной программе, если вы хотите. Тяжелые больные с диагнозами. Валентина Алексеевна и клещет, слава богу. У Наташи тяжелая, но благородная работа. Больные благодарны. У всех так, у всех. Я не говорю, что у меня у всех. Уход – это очень большое значение. Иногда приходится ругаться, чтобы они поняли. А когда они к нам ласкуют, тогда и мы ласково. Правильно, ребята? Конечно. У меня в жизни случился такой эпизод. Я на всю жизнь запомнила. Я была пьяная. Пришла в подвал. Праздник какой-то был. Весна. И я, как говорится, не туда сходила в туалет. А там все посиженные мужики. И они меня матом отпилили по полной программе. И через несколько дней только отпустили. Чтоб я вышла оттуда, из этого подвала. Вот это было мне страшно, да. И как бы я вышла, не знала, куда идти. И чтоб еще была ни в каком состоянии. Как бы... Ну, все-таки выжила. Осталась жива. И самое главное. Ну, все-таки выжила, куда-то походу. А, у вас еще вещество. У вас у меня в кровать. Я здесь раздеваюсь. Поднимаюсь. И все. И я в койке. Моей дочке сейчас 21 год будет. 28 декабря. Я ее родила от человека, которого мы, как говорится, вместе бухали. Родила несовершеннолетняя, 17 лет. И мне пришлось ребенку просто отказаться. До сих пор я помню, как она была... Это... И вот это... Я все помню, как будто это было вчера. Ну, сейчас я пытаюсь через интернет, как бы, найти дочь. И главное, чтобы не пить. Вот у нас женская комната. Было больше человек вчера, двоих отправили за детьми места. Неля, Маша, Оля и Наталья Михайловна, наша королева. С 41-го года, не снимайте меня сбоку. Вот. Она труженица всего мира. Поняли? Очень хорошо дежурить, добросовестные хлопцы. Вот у меня помощница, Ольга. Она у меня изолятор, отвечает изолятор, чтобы было там систо плотно. Все, систо было помыто. Пока она вот здесь находится, она моет. Наташа у нас каждый день подметает на улице. 80 лет, а я еще бегаю. Да. Ну, видите, у нас недавно девушки, и с ними тоже будет решаться судьба ихная. Ну, так пока, слава богу, не спокойно, не ругаются. Кажут на меня, мужчины идут и говорят, баба, а как вы что, сдурили, не бачите, что это настоящая девчина. Михайловна. Как они посмеялись, пошли. Были в жизни такие ситуации, в которых не хотелось общаться с мужиками, но все равно жизнь заставляла. Счувствовала пустоту, одиночество. Любила в последнее время пить одна, никого не приглашая. Наберу денег, настреляю и бухала. Много обманывали, много крали люди, потому что я денег сделаю, пока я сплю пьяная, у меня карман на себя шмонает, и все, я утром просыпаюсь, у меня ничего нет. Наташа, а у тебя есть в жизни вот не то, что приятели, а вот именно вот настоящий друг, который прям огонит воду, и ты уверен в этом человеке, как в себе? Да, у меня сейчас есть человек молодой, он вместе со мной работает здесь, он охранник. Мы любим друг друга, надеюсь, что я уеду с ним в Краснодар. Ваня, можно опять ко мне прийти? Вот молодой человек, я про него вам говорила, он тоже стеснительный. А что вы любите в Наташи? Доброе. Только не приходи. Вы здесь познакомились? Да, здесь. Сразу влюбились? Нет. А как у вас вообще будет? Я его даже не видела раньше, не это. Я в палатке жил тоже. Да, я... Проблемы были там с работой, и в палатке жил. Не замечала. А романтически вы здесь как время проводите? Гуляете там вместе, или цветы там дарят вам ваню? На мое день рождения. Мы ездили в центр в июле, погуляли там, пофотографировались. Без всего, без алкоголя, ничего алкогольного не было. Но такое было состояние, как будто я пьяная. Ну, торт... Ну, романтика у нас, как бы, в город выходим, там, вот, в парке посидим. В парке посидим. В магазин сходим, например. Ну, так. Ну, мы по клубам не ходим. Нет. У нас... Сейчас все прикрыто, тем более. Из-за коронавируса тоже... Может быть, в кино в дальнейшем бы сходили, если вот все откроется. Ну, много всего хочется, да. Но сейчас из-за коронавируса, действительно, мне некуда исходить, по большому счету. Да. Даже в город. Тем более, сейчас еще такая погода, что уходить вообще неохота. Только если в магазин. Да, летом мы еще гуляли. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok